Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. Сегодня покажу достаточно бюджетные покупки уходовых средств из интернет-аптеки. Я часто покупаю какие-то уходовые продукты в интернет-аптеках. В этот раз делала заказ на сайте Здрав Сити. Первое, что я приобрела, это мои любимые ополаскиватели в Тарадент. Взяла все вкусы, которые были в наличии. Каждый обошелся мне в 47 рублей. Также привлекла мое внимание облепиховая маска для волос от марки Золотой Шелк. Обещает нам ультрапитание для сухих и ломких волос. У меня волосы как раз сухие, поэтому решила такую марку попробовать протестировать. В этой маске 100 мл в тубе, и она шла по какой-то акции, обошлась мне в 47 рублей. Для ногтей и кутикулы купила два продукта от марки Новосвит. У меня подобные уже были, и один продукт сейчас в использовании, это лимонное масло. Мне они нравятся, поэтому купила. Каждый тюбик обошелся мне в 38 рублей. Здесь, конечно, маленький объем 20 мл, но на мой взгляд, средства неплохие от Новосвит. Это размягчающий гель-уход для кутикулы. Такое средство еще не использовала, интересно будет попробовать. И второй тюбик, это интенсивный уход, крем-сос, уход за поврежденной кутикулой. Тоже именно такой продукт пока еще не использовала. Попробуем, протестируем за 38 рублей, почему бы и нет. Привлекло мое внимание укрепляющее масло для ресниц и бровей от марки Aleos. Это масло называется укрепление, там были представлены разные варианты. По-моему, еще питание и еще какое-то. Но мне понравилось именно вот это. Давайте посмотрим описание. Состав у масла неплохой, полностью натуральный. И вот производитель нам рекомендует его применять как для бровей, так и для ресниц. Честно говоря, для ресниц применять побаиваюсь. Мне всегда кажется, что средство может попасть в глаза и вызвать какую-то неприятную реакцию. Поэтому буду использовать только для бровей. Вот так выглядела коробочка. И вот сам флакончик. Похож на тюбик туши. Щеточка здесь точно такая же, как в туши. Вот таким образом она выглядит. Мне кажется, удобно будет наносить на брови. В этом флакончике 8 миллилитров. И еще идет вот такая щеточка. Попробуем, посмотрим. Обошелся мне этот флакончик в 126 рублей. Следующий продукт, который решила купить, это салициловый лосьон. Он идет без спирта для чувствительной кожи. Объем здесь 100 миллилитров. И обошелся мне в 58 рублей. Он идет с цинком и серой. Борется с прыщами, успокаивает, смягчает. Я не буду использовать этот лосьон на все лицо. У меня, в общем-то, кожа беспроблемная. Какие-то высыпания и так далее бывают крайне редко. Но все равно у всех у нас бывают какие-то прыщики и что-то подобное. Поэтому буду использовать его точечно. И такого объема 100 миллилитров. Сейчас покажу вам, как флакончик выглядит. Я думаю, что мне хватит на год точно. Буду пользоваться. Приобрела я два крема для рук. Первый крем – это от Невея. Комплексный уход, облепиха и витамин Е. Мне вообще крем для рук от Невея очень даже нравится. Объем здесь 75 миллилитров. Обошелся мне в 66 рублей. И уже, наверное, на октябрь, в октябре начну вот такой более, на мой взгляд, питательный крем для рук. Бальзам даже у нас называется. Это от Новосвит. Масло Ши и Макадамия для сухой, потрескавшейся кожи. Здесь объем побольше. 100 миллилитров. Стоил чуть дороже 76 рублей. Мне кажется, на осень будет отлично таким бальзамом пользоваться. И последняя покупка – это комплекс для снятия лака и укрепления ногтей. На самом деле, это обычная жидкость для снятия лака. Стоила она 67 рублей. Здесь 75 миллилитров. Но это жидкость щадящая. Во-первых, она без ацетона. А во-вторых, если посмотрим состав, здесь есть дополнительно глицерин, экстракт лимона, бамбука, масло чайного дерева. И добавлены какие-то витамины. Поэтому, надеюсь, по крайней мере, что лак она будет снимать нежно, деликатно. И никакого раздражения у меня от этой жидкости не будет. Вот такие покупки я сделала в интернет-аптеке. Мне кажется, средства все очень бюджетные. Буду тестировать. Надеюсь, всем останусь довольна. Всем спасибо за просмотр моего видео. Всем только удачных покупок. Всем отличного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok